Привет, Выживший! На связи Аделиан. Мы уже разбирали с тобой, какое оружие и как лучше использовать в ближнем бою. Это удобно в наших реалиях для бесшумного продвижения по густонаселенным районам. Но иногда можно столкнуться с обстоятельствами, где использование такого вида вооружения рискованно или время затратно. В ситуациях, где нужно зачистить огромное количество зараженных без риска для жизни, лучше отдавать предпочтение огнестрельному оружию. Для начала давайте поговорим о том, как нам вообще использовать огнестрельное оружие. Чтобы попадать в цель, тебе нужно прицелиться, для чего необходимо остановиться на месте и поднять оружие. На время прицеливания влияет навык точности и то, какое оружие ты используешь. Перки, состояние здоровья, погода или освещение на данный фактор не влияют. Самое быстрое по прицеливанию оружие – это пистолет Magnum и винтовка 788 МСР. По этой причине советую использовать их в ПВП, так как именно там часто приходится менять позицию, и на исход сражения будет влиять то, кто первым ранит или опрокинет врага. Понять насколько точным будет выстрел можно по окружающей цель ауре. Ниже 25 процентов красная аура. От 25 до 50 процентов – оранжевая. От 50 до 75 – желтая. Более 75 процентов – зеленая. Кроме навыка точности, на шанс попадания немного влияет дистанция до цели. Чем ближе цель, тем больше шанс попасть. Но тем меньше урона ты нанесешь из большинства видов вооружения. В негативную сторону на шанс попадания влияет статус сонливость. За каждую ступень ты будешь терять по 5 процентов. Таким образом, на четвертой ступени это потеря в 20 процентов точности. Про урон стоит поговорить отдельно. На него влияет большое количество факторов. Начнем с того, что каждое оружие имеет свои показатели урона и угол прицеливания, а также максимальную дистанцию стрельбы. Чем выше дистанция до цели, тем больше урона ты нанесешь. Дистанция также увеличивается с повышением навыка точности. Для того, чтобы нанести максимально возможный урон, нужно, чтобы цель находилась на границе конуса, как показано на экране. По мере приближения цели урон будет падать, вплоть до 15 процентов от максимального. Но если цель пересекает вот эту черту малого конуса, то урон подымается до 35 процентов от максимального. Считается, что это стрельба в упор. На урон огнестрела негативно влияют такие статусы, как паника и стресс, а также негативно скажется ранение в руки. Думаю, что объяснить это можно тем, что имея негативные эффекты, тебе сложнее прицелиться и попасть в голову, а остальные части тела для зомби не столь важны. Все, что сказано про урон, зависящий от расстояния, не касается оружия, стреляющего дробью. Как мы знаем, дробовик или двухстволка способны поразить до четырех целей. Урон от оружия будет поделен поровну между всеми пораженными целями. И как я уже сказал, расстояние тут не будет иметь значения. Собственно, дробовик я считаю лучшим оружием для подавления больших скоплений зомби. Но он имеет и еще один огромный плюс. С помощью ножовки можно спилить ствол дробовика или двухстволки и тем самым получить обрез, потеряв при этом немного дальности стрельбы. Обрез является единственным оружием, которое можно использовать на нулевом навыке стрельбы. А также является лучшим оружием для прокачки навыка точности. При поражении четырех целей одновременно ты получишь около десяти очков навыка. Если поражать одиночную цель, то это всего одно очко. За поражение двух целей три очка и поражение трех целей шесть очков. Поэтому при прокачке выгодней стрелять по толпе. При этом не важно, убил ты цель или нет, главное попасть. При старте за ветерана или полицейского ты будешь получать опыта в четыре и пять раз больше. Поэтому если ты планируешь прокачать стрелка, обрати внимание на эти профессии. Ветеран к тому же имеет перк железные нервы, а это полное отсутствие паники от присутствия зомби. При всех своих огромных достоинствах дробовики и обрезы имеют и огромный минус. Шумность. Данное оружие имеет самый большой радиус распространения шума от выстрела. А следовательно, на перестрелку будут приходить зомби со всей округи. По этой причине после достижения пятого уровня точности имеет смысл переходить на пистолеты. Они имеют наименьший показатель в сравнении с остальным вооружением. Наименьший шум издает револьвер М36. На втором месте пистолет М9. Револьвер и магазинный пистолет сильно отличаются по своим характеристикам. Неоспоримое преимущество револьвера это урон и невозможность заклинивания патрона. Однако в этом же кроется и минус. Зарядка происходит по одному патрону. В то время как с магазинным пистолетом можно заранее запасти несколько заряженных магазинов и перезарядиться нажатием одной клавиши. В случае заклинивания патрона его нужно извлечь с помощью клавиши X или зажать клавишу R и выбрать в радиальном меню нужную операцию. Последняя неочевидная механика связана с единственным автоматическим оружием в игре М16. Данное оружие стреляет по два патрона и способно поразить две цели сразу. При непрерывной стрельбе происходит перегрев ствола и это очень сильно снижает скорострельность. Для восстановления характеристик оружия просто дайте ему остыть. Одним из безопасных и эффективных способов прокачки стрельбы является стрельба по зомби из машины. Для того чтобы стрелять из авто тебе понадобится открыть стекло у сиденья водителя и взять оружие в руки. После этого ты сможешь целиться и стрелять. Помни что во время перезарядки ты будешь терять управление над машиной и она будет делать то что ты ей указал на момент начала перезарядки. Меткость при такой стрельбе зависит от скорости движения. Очень комфортно тут использовать круиз. При установленной скорости в 5 миль твоя точность будет практически такой же как если бы ты стоял на месте. Что ж давай перейдем к предпоследней части данного гайда. Думаю многие из вас играют на серверах и сталкиваются в перестрелках с игроками. Мы проверили все типы заборов в игре и оконные проемы и пришли к неутешительному выводу. Они никак не повлияют на шанс попадания по вам. Вообще положение тела никак не влияет на шанс попадания. Единственное что в момент падения для того чтобы упавшая цель попала в прицел надо находиться к ней ближе чем 50 процентов от максимальной дальности оружия. Это кстати относится и к зомби. Меткости вам не добавят также и положение выше оппонента, а ему за это не будет штрафа. То есть если подытожить то единственное как ты можешь повлиять на меткость врага это двигаться. Наименьший шанс у него будет если ты перейдешь на спринт и быстро укроешься за стеной ну или на крайний случай за деревом. Ну и закончить данный гайд думаю следует на том где же тебе искать оружие. Тут все довольно просто и банально. Оружие можно найти в отделениях полиции городов, а также в оружейных и туристических магазинах. Их достаточно на карте. Можно снять полицейских зомби и найти у них в автомобилях. Также следует прогуляться по лагерю военных к югу от Луисвилла. На некоторых фермах можно найти шкаф с оружием. Мест довольно много. Помимо оружия и патрон тут можно найти дополнительную оснастку для стволов. Будь то прицелы или приклады. Для установки их на нужный ствол нужно иметь в инвентаре отвертку и щелкнув правой клавишей по оружию лежащему в инвентаре выбрать в меню установить. Подводим итоги. Огнестрел убойный аргумент в умелых руках. Однако он имеет и свои минусы. Самый главный из них это боеприпасы. К сожалению это ограниченный ресурс который ты никак не сможешь пополнить кроме как найти. Поэтому стоит задумываться о том на что ты их тратишь и для каких целей. Второй минус это редкость и сложность ремонта. Для того чтобы починить поломанную пушку тебе придется пустить на запчасти другую такую же пушку. Ну и последнее это шумность. Кроме привлечения зомби в сетевой игре вы можете выдать стрельбой свое присутствие в районе. На этом у меня все. Если хотите подробный гайд по каждому из имеющихся в игре стволу пишите об этом в комментариях. А также если я что-то упустил не забудьте написать об этом. Лайк, подписка и колокольчик помогут продвижению канала. Так ты сможешь отблагодарить меня. Инструктаж провел Аделион. Пока-пока.